По поводу вопросов, представляющих принципиальный интерес и важность, Китай никогда не пойдет на уступки. КНР не хочет конфликтовать и воевать, но в то же время не боится этого. При необходимости Китай готов принять эту войну как сакс и вступить в нее. Возможность изменить данный подход по указанным вопросам в КНР полностью исключается. Одновременно с этим стало известно, что согласно циркуляру комитета по таможенным пошлинам, при Государстве КНР, Китай с 1 июня 2019 года в ответ на аналогичные на наших масштабах действия со стороны США официально ввел дополнительные пошлины в отношении ряда категорий американских товаров. Согласно циркуляру, комитет решил ввести дополнительно 25, 20 и 10% пошлины в отношении товаров американского производства на общую сумму 60 миллиардов долларов США. Размер пошлины для американских товаров, которые ранее облагались 5% дополнительными пошлинами, останется неизменным. 2 июня в эксклюзивном интервью корреспонденту медиакорпорации Китая, комментируя события, связанные с ошибочной доставкой американской компании «Сабакс» почтовых отправлений корпорации «Славы», руководитель Государственного почтового управления ГПУ КНР Машин Цюнь заявил, что все без исключения компании «Быстрой доставки», действующие на территории Китая, должны неукоснительно соблюдать законы и правила КНР, и ни в коем случае не нарушать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц. По словам «Машин Цюня» некоторое время назад ГПУ КНР было получено ряд жалоб за то, что американская компания «Сидекс» не связываясь с клиентами, не получив от них соответствующего разрешения, направила или же пыталась перенаправить посылки не по обозначенным отправителям адреса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова